Социальные сети. Это временное увлечение или величайший прорыв после промышленной революции? Добро пожаловать! Добро пожаловать в революцию! Более половины людей в мире младше 30 лет, 96% тех, кто родился в новом веке, состоят в социальных сетях. Facebook превзошел Google по объемам еженедельного трафика в США. Социальные сети свергли порнографию. Теперь они самое популярное времяпрепровождение в интернет. Одна из восьми супружеских пар в США встретились благодаря социальным сетям. Чтобы получить 50 миллионов пользователей, радио потребовалось 38 лет, телевидению 13 лет, интернету 4 года, iPod 3 года. Facebook собрал более 200 миллионов пользователей менее чем за год. Количество скачиваний приложений для iPod достигло миллиарда за 9 месяцев. Перед нами не стоит выбор, заниматься социальными сетями или нет. Вопрос в том, как хорошо мы будем ими заниматься. Если бы Facebook был страной, он был бы на третьем месте по количеству населения. Но все же QQ и RenRen правят Китаем. Департамент образования США сообщил о том, что студенты, обучающиеся онлайн, превосходят студентов стационара. 80% компаний используют социальные сети для поиска кадров. Из них 95% используют LinkedIn. Самый высокорастущий сегмент пользователей Facebook – это женщины в возрасте 55-65 лет. Количество посетителей, что на Катчера и Бритни Спирс в Твиттере, больше, чем население Швеции, Швейцарии, Израиля, Ирландии, Норвегии и Панамы. Половина всего интернет-трафика в Великобритании приходится на Facebook. Подумайте, что это означает в плане негативных потребительских отзывов. Поколения Y и Z считают имейл пережитком прошлого. Некоторые университеты перестали раздавать e-mail. Вместо этого сотрудникам выдаются электронные книги, айпады и смартфоны. Все, что происходит в Вегасе и других городах, остается в Facebook, Twitter, ВКонтакте, Flickr и YouTube. YouTube – вторая по величине поисковая система в мире. Пока вы смотрите это видео, на YouTube закачивают более 100 часов видео. Wiki – гавайское слово, означающее «быстрый». В Википедии более 15 миллионов статей. Согласно исследованиям, статьи не менее точные, чем статьи в британской энциклопедии. Если бы вам заплатили по доллару за каждую статью в Википедии, вы бы заработали 1712 долларов. В час. Сейчас существует более 200 миллионов блогов. Мир на словах. 25% поисковых запросов по 20 самым крупным мировым брендам приведут на пользовательский контент. 34% блогеров размещают свои мнения о товарах и брендах. Вам нравится, что они говорят о вашей торговой марке? Вы лучший! Вы лучше! Людей больше беспокоит, как товары и услуги оценивает их окружение социальных сетей, нежели то, как их оценивает Google. 78% потребителей доверяют своим контактам в социальных сетях и только 14% доверяют рекламе. Лишь 18% телерекламы окупается, 90% людей пропускает рекламу. На Рождество продажи электронных книг Kindle были выше продаж обычных книг. 24 из 25 крупнейших изданий испытали рекордное падение оборота. Ежедневно на Facebook происходит 60 миллионов изменений статуса. Мы больше не ищем новости, они сами находят нас. Мы больше не будем искать товары и услуги, они нас найдут через социальные сети. Социальные сети – не мимолетная прихоть, это фундаментальный прорыв в том, как мы общаемся. Компании с более успешным подходом к социальным сетям действуют скорее как Дейл Карнеги, чем как Мэднон. Сначала слушают, потом продают. Возврат инвестиций в социальные сети будут и через 5 лет. Все еще думайте, что социальные сети – это ненадолго.